приветствую тебя дорогой андрей два ролика два ролика в которых я намекал что у нас будут музыкальные творческие вечера с картинами и со стихами и там будет очень интереснейший человек который пишет музыку пишет музыку и вот сейчас мы ну короче говоря я хочу чтобы ты представился для тех которые допустим тебя кто-то не знает допустим скажи пожалуйста несколько слов ну меня зовут андрей мужского пола как бы вот у меня есть такое хобби я очень люблю писать музыку о любви романтическую музыку удалить эту музыку людям музыка для меня это ну моя жизнь скажем так ей живу и и душу это выражение моего я выражение моей души и мне нравится дарить тепло своей души в музыке людям потому что музыка это один да нет музыка это единственный вид искусства который не может обидеть стихах можно сделать скажем там с такой шарш в творчестве можно сделать шарш может обидеться стихах можно сделать его резку человек может обидеться музыка она такая что обидеть человека невозможно просто поэтому твоя фамилия обидит да поэтому фамилия бедене никого не обижаю я всем дарю музыку любви я очень хочу чтобы все люди жили счастливо чтобы у них все было хорошо чтобы в душах людей Жила любовь, было тепло. Вот как-то идешь иногда по улице. Ты знаешь, я хочу тебе сразу показать, вот какую картину можешь подобрать музыку. Эта картина называется «Берегиня». «Берегиня» о том, что любовь матери к ребенку – это такая музыка, которая на самом деле не может никого обидеть, а наоборот только защитить. Потому что «Мать» – это «Берегиня». И под этим знаменем, под этим знаком мы можем сделать один из вечеров, о которых ты предложил, придумал. Это такое у тебя хорошее получилось изобретение, что мы поможем людям отдохнуть, восстановиться. А я там этот ключ им покажу. Вот самый оптимальный вариант был бы следующий. Вы проводите свой сеанс, мы фоном пускаем… Занятия, не сеансы. Хорошо, занятия. Мы воздействуем. Мы только обучаем людей управлять своим состоянием, снимать стресс. Мы фоном пускаем музыку, чтобы человек расслабился и как бы вошел в контакт. То есть должен быть духовный контакт, душевный контакт. Не какой… Посмотри, видишь, у нас постоянно соседи там ремонт делают. Это очень здорово. Это очень здорово. Потому что жизнь, она постоянно как вагончик, в котором нас трясет. То ремонт, то еще какие-то проблемы, то там что-то случилось. А мы как раз таки будем делать так, чтобы люди были стрессоустойчивы, чтобы они могли даже… Вот у меня, кстати говоря, извините, что вас перебиваю. Вашим соседям, которые сейчас верят, вы можете тоже поднять стрессоустойчивость. И так, духовное развитие. Если, скажем, часа в 4 утра, вы им включите какую-нибудь симфонию Шостаковича на полную мощность. Чтобы они послушали, вникли, как это все красиво, как все это хорошо, когда вот они хотят отдохнуть, а тут вот музыка. Они вообще обидеться не могут, что ну как они обидятся на музыку. Музыка – это красиво, это замечает. Только в 4 утра. Ну, чтобы они достали вам удовольствие, чтобы им достали такой же удовольствий, как они сейчас доставляют своим сверлением. Я понимаю, но я на них не обижаюсь, потому что там ремонтная бригада, которую хозяева пригласили, а сами они куда-то уехали, пока ремонтная бригада починит им это 2 месяца продолжается. Они тут совершенно ни при чем. И поэтому много такого в жизни мы встречаем, когда и нам обижаться на людей не за что. Потому что это просто случайные люди, они зарабатывают деньги, они тут вообще ни при чем. Не будем никого обижать. И наши вечера, как я правильно тебя понял, ты предложил для того, чтобы это было оздоровление и исцеление души. Да, потому что вот я хотел еще обратить внимание на следующее. У нас человечество на всем этапе своего развития строит разное общество. Оно строит общество рабовладельческое, феодальное, там, социалистическое, каталистическое, там, коммунистическое и так далее, и так далее. Но человечество почему-то не задумается насчет того, что они построят ли нам просто общество человеческое. Да, это как раз девиз нашей школы «Человек будущего Homo Futurus». Это как раз таки там мы создаем науку человечности совместно из многих стран мира люди. Из Белоруссии, Украины, из Америки, из Греции, из Италии, из разных стран мира. И они как раз будут эти вечера наши тоже посещать, правильно? Да. И мы с вами сделаем так. Вот идет занятие, пустим осторожно фон, потому что музыка, она как бы высвобождает душу, потому что наши… Обратите внимание, вот вы по улице ходите, как у нас люди ходят? Они идут либо в асфальт смотрят, либо в гаджеты, в телефоны. А никто… И вот даже когда с человеком сталкиваешься, вот он глаза отрывает от телефона, у него глаза мутные, потому что он весь вот в этом, вот в этом куске металла, да, грубо говоря, там в этом гаджете. А ведь никто не поднимает голову вверх, не смотрит на небо. Оно ведь не только серое, потому что даже если оно в облаках, за облаками все равно синее небо и солнце. Они не смотрят по сторонам, они не видят, как красиво падают листья, как роса ложится на траву, как туманы струятся вечером по лагам. Не видят этого, понимаете? Вот они замкнуты, и душа замкнута. А ведь когда душа замкнута, тогда и тело замкнуто. Когда душа болеет, и тело болеет. А вот когда душа поет, тогда и тело поет. Когда душа жива, и тело живо. Потому что тело – это всего лишь носитель. Самое главное – душа. Состояние души равняется состоянию тела. Здоровая душа – здоровое тело. Больная душа – больное тело. Вот мы с вами эту позицию исправим. Мы включим красивую музыку, расслабляющую. Дадим картины, дадим занятия. Все это вместе скомпилируем. И вы увидите, что людям станет… Я не то, что говорю, что там жить легче. Но в любом случае, когда есть в душе тепло, хотя бы маленькая искорка. Вот один человек потерялся теплом души, другой потерялся третий, четвертый. Ручеек. Пятый, шестой, седьмой, восьмой – река. Десятый. У нас как раз я буду показывать приемы ключа, которые помогают человеку освободиться от стрессов, забот, впечатлений дня, страхов, комплексов, стереотипов. Выходить на безоблачное состояние. Безоблачное состояние в душе. И в этом состоянии – это идеальное состояние, нулевое состояние, в котором человек может настроиться на решение каких-то вопросов, настроиться на восприятие каких-то интересных вещей. Нулевое состояние, как коробки передач автомобиля, нейтральное положение. Это очень интересно. И вот это соединение нас. А когда ты предполагаешь, первую встречу мы сделаем, где мы ее сделаем? Ну, это ясно, что в интернете, но еще и где. А может, там будет и на площадке какой-то, да? Я думаю, что площадки предстоительства Республики Дагестан, на Покровке. Там хорошая площадка, там достаточно большое здание такое, и такая достаточно большая аудитория можно собрать. Задача заключается не только в том, чтобы провести сеанс такой оздоровительной душевной терапии вместе с музыкой, а чтобы заставить людей, даже не заставить, а стимулировать людей общаться, чтобы человек выговорился. Потому что нужно уметь, а это искусство, нужно уметь выговариваться. Нельзя в душе хранить, скажем так, ну, не то, что хранить. Вот люди бывают, я не хочу никому ничего не говорить, боюсь сделать больно. Это неправильно. Наоборот, нужно выговориться. Нужно выплеснуть энергию, получить обратно положительную энергию. И когда человек положает положительную энергию, он снова её даёт. Ну, это как вот круговорот воды в природе, здесь круговорот положительной энергии в душе. А вот основа стабильности и благополучия – это не здоровое тело, а это здоровый дух, здоровая душа. Когда душа чиста, светла, когда в ней есть тепло, и когда это тепло идёт другим душам, это тепло обратно возвращается. И когда вот это тепло возвращается, она, знаете, всё больше и больше ширится, 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 ширится. И совсем по-другому люди думают как-то, да, они понимают окружающий мир по-другому. Они воспринимают окружающий мир по-другому. Андрюша, тут в выговаривании есть такой интересный нюанс. Дело в том, что если на душе какая-то боль или еще что-то, люди выговариваются, делятся этой болью, они-то разгружаются, а другого загружают. И поэтому ты имеешь в виду, наверное, не просто выговориться, ты, наверное, имеешь в виду в колее творческого, в колее искусства, в колее очищения, в колее прекрасного выговориться. И когда они в колее прекрасного, в этом тренде все общаются, выговариваются в психологической атмосфере человечности, да, у них и востребуется вот эта человечность, и развивается человечность, как у нас на канале «Наука человечности». Там есть такие элементы, такие, как люди в такой психологической атмосфере человечности становятся больше и больше человеками, и поэтому этим самым сокращаются всякие беды, всякие потребности в лекарствах, происходит исцеление не только души, но и тела. Вот я хочу... Нам будут приходить не только... Да. Я хочу сделать, попробовать такой вариант. Когда люди пришли, вот мы провели там занятия, встречу провели, а потом, как результат этой встречи, я хочу, чтобы все люди взяли, взяли друг друга за руки, создав такую единую систему, закрыли глаза, расслабились, мы тихо включим мою музыку, спокойную подберем, например, «Белый снег», там или «Падал снег», «Осень», «Саксофон», там много мелодий спокойных, расслабляющих. И под эту музыку, когда люди расслабятся, вы проведете свой сеанс восстановительной терапии, чтобы люди, как бы, эту энергию, ну так как они связаны в единый такой консорциум, скажем так, то они вот этой энергией, которая будет освобождаться, теплая энергия, они будут делиться друг с другом, чтобы они почувствовали, что не каждый сам по себе, а они представляют из себя некие такое сообщество... Стоп, 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 стоп. Можно я тебя перебью? Да, пожалуйста. Вот за руки браться, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, мы не будем там. Почему? Мы сделаем проще, а я объясню, потому что я специалист именно в этой области, поэтому я объясню, что вот эта встреча у нас не должна принуждать людей браться за руки, потому что они же первый раз, допустим, пришли, мы сколько раз в неделю будем проводить такие встречи, да, и на различных площадках, в интернете. Я им просто дам прием, который тоже гармонизирует и который тоже вызывает, это называется простое движение, просто рукой сидят люди в зале. Просто я скажу, найдите гармоничное, красивое движение руки. И вот сидит полный зал людей, и каждый ищет, не просто держится за руки, это тоже тепло души, это я понимаю, но это не сразу, это надо постепенно. Мы дадим такое простое действие, и когда человек ищет гармоничное движение руки, у него возникает, поскольку гармония, красота, поиск этого движения, поиск красоты движения вызывает состояние гармонизации. То самое безоблачное небо, когда хочется петь, хочется слушать музыку, вот-вот-вот-вот-вот мы такими вот методическими будем. Хосей Магалевич, надо пробовать, надо пробовать, потому что музыкальная терапия, скажем так, вместе вот с вашими методиками, и сейчас вместе их объединить, сделать секвенс, мне кажется, это будет прорыв, скажем так, достаточно хороший. Потому что она уже спонтанно частями где-то используется. Да, только нужно теперь это... А ты собрал это именно целостно, концентрированно, интенсивно, и поэтому сотни тысяч людей могут подключаться к этим встречам творческим, музыкальным, с картинами и стихами. Стихами, стихи под музыку читать. Да, да, я все почитаю, и ты свои почитаешь, еще кого-то пригласим, да? Да, надо, чтобы человек раскрылся, как цветок, знаете, вот весок весной раскрывается, вот душа, она тоже как цветок, она должна расцвести, и когда душа расцветает, это совсем уже другая душа. И такую душу сломать или там ее какую-то там в темную бездну вернуть, это практически невозможно. Конечно, конечно, человек расцветает, как цветок, ты правильно сказал, мы с тобой на одной волне. У меня когда-то в свое время человек, известный оператор, знаменитый Рерберг, который фильм «Зеркало» снимал, который, ну, ты знаешь, Старковским работал. Когда он прочитал рукопись моей книжки «Защита от стресса», там была фраза, ему очень понравилось. Только мастер поймет мастера. И поэтому, поэтому мы с тобой на одной волне. Я тебя понимаю. Особенно, когда ты сказал, что общество должно быть не капиталистическим, не коммунистическим, не социалистическим, а человеческим. Да-да-да, вот мы будем как раз-таки развивать у людей вот эту способность быть человеками. И тогда они на второй, на третьей встрече уже возьмутся за руки. Возьмутся за руки. Сами возьмутся за руки. Сами, да-да-да, сами за руки возьмутся, да. И нужно, вот, чтобы люди научились общаться. Вот когда человек выговаривается, вот он освобождает свою душу, еще кто-то освободил из душу. Надо, чтобы люди научились общаться. Точнее, не то, что научились, нужно восстановить навык общения. Потому что вот эти вот сейчас современные методики, там, вот смартфоны, там, скажем, вот эти гаджеты, там, интернет, все остальное, это замечательно. Это наука, она должна двигаться. Но мы человеки, и мы должны остаться человеками, не должны превращаться в роботов. Нужно учиться. Быть человеком. Быть человеком. Нужно восстановить себе умение быть человеком. А быть человеком – это умение, прежде всего, общаться. Будем восстанавливать коммуникативное пособие. И научиться грузить людей только полезностью, а не только выговариваться своими бедами. Да, правильно. Вот как раз мы к этому и будем идти. И мы передаем Светлане, нашей, которая нас познакомила. Привет. Я сейчас готовлю спектакль. Даже не спектакль, а вот этот вечер. Сейчас я пишу сценарий. Мы обязательно с вами все обсудим. Со Светланой обсудим, как это все сделать так, чтобы это все было, скажем так, скомпилировано в такой понятный контент. Вот. И начнем потихонечку. Ну, первый, блин, скорее всего, будет комом. Второй, может быть, там будет комом. А третий будет, я считаю, нормально. Я хочу тебе обязательно показать. Смотри, какая картина. Смотри, какая картина. А видишь, у нее слезка там. Вижу, да. Направо, если на той щит. Она случайно получилась. И я ее оставил. Оставил. Потому что можно так вот сплакнуть от умиления, а не только от беды. Правильно? Да. Хочу, чтобы наши с тобой музыкальные вечера с картинами для здоровья и исцеления души вызывали у людей умиление. Да. И вот та слезинка, которая вот на том портрете, который мне показали, с правой стороны. Вот пусть такие сладкие слезинки будут у всех людей без исключения. И тогда все будет очень хорошо. Я согласен с Достоевским, который сказал, красота спасет мир. Я полагаю, что то, что мы будем делать, это очень красиво. И доброта спасет мир. Красота и доброта. Отзывчивость, человечность, сопереживательность, способность к созидательности, к изобретательности. Это все спаяно в единое человеческое качество. Это неразрывное свойство человека. И в этом человечеству поможет искусство. А в искусстве самое главное, что поможет, это музыка. Музыка, которая никогда никого не обидит. Никогда никого не обидит. Итак, Андрей Обидин, молодец. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Мы один раз в неделю будем делать такие? Я думаю, раз в неделю. В пятницу самый оптимальный вариант, когда человек проходит через неделю, вот у него накапливается, ну, скажем так, негатив. Надо его будет снимать и учить людей заряжаться положительными эмоциями, чтобы они сбрасывали этот негатив не в своих близких, не в тех людей, которых они встречают, когда они возвращаются, а чтобы они это сжигали так, чтобы это не сказывалось ни на ком. То, что получается, мы прямо к самому человеку приближаем то, ради чего он ходил раньше на концерты, на выездки. Да, да. Мы прямо ему в руки даем. Да. Ну, это какая-то замечательная идея. Мы возвращаемся немножечко в прошлое. Вот. Я думаю, что все получится. Нет, я уверен, что все получится. Это должно получиться обязательно. Обязательно. Ты, пожалуйста, скажи, у тебя есть и телеграм-канал, у тебя и контакт. У меня в контакте есть канал, у меня есть в ютубе канал. В телеграм-канале я пока еще не открывал. Не знаю, времени просто нет, у меня другая работа немножко. Но в ютубе у меня есть группа, точнее канал, у меня есть группа ВКонтакте. Есть моя страница ВКонтакте, там стоит вся моя музыка. Она доступна для всех. Я, естественно, никогда в жизни не позволю себе монетизировать эти мелодии, потому что я не профессиональный композитор. Ты так прекрасно пишешь музыку, я просто таким увлечением, с таким... Я музыку пишу с состоянием. В своей душе это как бы мой дел... Моя музыка, это диалог, скажем, не то что диалог, это диалог Бога, да, грубо говоря, там, с людьми, через музыку. Я просто передатчик. То же самое я делаю с картинами. Да, я просто... Ты делаешь с душой, все хорошо. Да, я просто передаю свет и тепло души людям. За это деньги брать нельзя, это грешно. Вот, поэтому как бы у меня другая работа, я там как бы занимаюсь другими делами. Даже здесь хватает, крыша над головой есть. Креп на столе есть, друзья есть, все есть, все хорошо, у меня все замечательно. А музыка, это... Ну, мне просто хочется, чтобы вот человек пришел, там, послушаем... Пишешь музыку не по заказу. Не по заказу, нет. Да, это я тоже пишу не по заказу. Но если кто-то заинтересуется, они могут ее написать, они могут посмотреть, они могут послушать. Поэтому я тебя прошу, чтобы ты комменты поставил, чтобы вопросы задавали. И мы всех сейчас попросим, чтобы комменты писали, задавали вопросы, ставили лайки, как положено. У меня наши встречи развивались и продвигались. У меня в WhatsApp и в Телеграме больше двух тысяч, как-то сказать, подписчиков и друзей. Я уже ваши картины всем разослал. То, что касается моей музыки, она есть свободно в доступе в интернете. Музыка Андрея Бедина, там ее в ВАУ. Пусть люди слушают, слушают, получают удовольствие и, как бы, больше ничего не нужно. А скажи, если музыка вызывает слезы, не надо стесняться плакать, потому что слезы, когда они чистые, когда они светлые, слезы вымывают скверно из души. И душа становится чистой. Это прозрачный момент, конечно, да. Просто, да, я хочу тебя попросить вот такую фразу, которую ты сказал, что музыка никогда никого не обидит. Да. Я хочу тебя попросить, ты эту фразу как-то так вот в тексте где-то, как мудрое слово. Да она у меня стоит, эта фраза стоит у меня на странице ВКонтакте. Я там вот в ВКонтакте, там про музыку написано все, что такое музыка. Вот там и ВКонтакте, и в моей группе «Романтическая гавань Андрея Бедина», и там, и там про музыку сказано все. Лишнего там ничего нету, потому что музыка – это музыка. Отлично. Да, отлично. У нас есть о чем будет говорить. Счет пятницы, я думаю, мы еще будем обсуждать. Потому что пятница – это такой момент, бывают иногда и какие-то другие какие-то запланированные встречи. Суббота, может быть. С другой стороны. Обсудим. Я ко всем обращаюсь, кто будет смотреть ролик, чтобы они свои предложения тоже написали. Когда людям удобно. Я почему просто пятница, потому что конец рабочей недели человек пришел, отдохнул, зарядился положительной энергией и пошел отдыхать домой. Ты сказал о том, что надо за руки взяться, а у меня сейчас есть порыв обнять тебя. Давай, Андрей, спасибо тебе. Да, спасибо большое за беседу. Хорошего вечера. До встречи. До встречи.